Еще к идее этих курсов. Ну, вот одна из лекций, посвященная этой же проблеме, она напрямую, связана с переводом. Конечно, это вопрос внимания. Вопрос понимания обращенной речи. Вопрос понимания обращенной речи в прогноз на и форме, так и в писем. Но так как мы в первую очередь говорим об обучении учеников, то мы совершенно отчетливо понимаем, что очень значительную долю информации дети воспринимают именно из письменных текстов, из письменной речи. И вот здесь оказывается такая очень серьезная проблема с пониманием письменной обращенной речи. Поэтому, если мы посмотрим на аннотацию той лекции, которая сегодня прозвучит, то мы с вами будем говорить о том, что же такое понимание, что это за процесс. Я думаю, что никто из вас не будет отрицать ту мысль, что понимание – это важнейшее коммуникативное умение учащихся. Да и в общении просто учащихся. Важнейшее коммуникативное умение вообще человека, без которого может состояться диалог. Потому что, если мы говорим параллельно, мы не слышим друг друга, то, естественно, не возникает и результата общения. То есть это общение получается ради общения, говорения – ради говорения. А не ради того, чтобы прийти к взаимопониманию и к осмыслению того предмета, о котором мы говорим. Но и без этого важнейшего коммуникативного умения не достигается успех в обучении. Если это умение, то оно обязательно подчиняется простому очень правилу. Любое умение тренируется. Любое умение тренируется. И для того, чтобы обладать каким-то умением более или менее совершенной формы, требуются постоянные тренировки. Какие это будут тренировки, мы об этом сегодня будем говорить тоже. Мы можем посмотреть на процесс понимания с другой точки зрения. Процесс, который развивается по определенным законам. И сегодня у нас есть очень интересная наука, она называется герменевтика. Это наука, которая как раз изучает процессы понимания. Герменевтика – это наука о понимании. Сегодня уже вот прямо развилась целая теория педагогической герменевтики. В основе этой теории лежит работа Тверского педагогического университета. Это кафедра герменевтики. Это как раз учреждение, где есть такая кафедра. И действия тех профессоров, которые на этой кафедре работают. Первый год работали, и сейчас продолжает работать сын этого человека, который возглавил эту новую школу педагогической герменевтики Георгий Исакович Богин. Но об этом мы еще тоже будем говорить сегодня. Ну и раз это процесс, который развивается по определенным законам, и эти законы выведены и сформулированы, то знание учителем этих законов позволяет ему оказать ученику помощь в действиях, которые требуют понимания. Конечно, да, конечно. А какие действия требуют понимания? Конечно, в первую очередь это чтение и следующие. Ну, я бы рекомендовала вот эти две книги, очень интересные книги, которые можно найти и в цифровом варианте, и в том, и точно. А первую, может быть, и нет. Но в библиотеке она есть. Это вот социально-исторический подход к психологии обучения под редакцией Сколова, американского ученого. Издана была книга в 1989 году. Вы найдете, например, на книге этой, на содержание этой книги, сейчас это становится более подробно. Ну и эта книга Богиня, обретение способности понимать движение в герминертику. Ее можно купить на филфаке. Вы знаете, например, магазин, филфаков на шестой линии, на филфаке, да? Не знаю, сохранился, да? В подборчике, в куплете, по-моему, тоже сохранился. Два магазина, где можно эту книгу купить, но я думаю, что можно ее искать. Она есть в цифровом варианте. Кроме того, в цифровом варианте много, много, много всяких есть, много статей, чрезвычайно полезных для нас, а чрезвычайно важных для нас. Ну, давайте немножко остановимся. Вот на этой книге «Социально-психологический подход к психологии обучения» с редакцией Майя Плаковова «Американская книжка». Очень интересная книжка. Значит, эта книга написана сотрудниками кафедры обучения коммуникативным умением Колумбийского университета. Началась история с того, что в одной из американских стран они были посланы, и обратили внимание на то, что африканские дети, африканская молодежь не может выполнить те умственные операции, которые приняты в европейской или в американской школе. То есть не могут прочитать задачу, понять содержание задачи, буквально такого содержания, что там сколько-то человек собирал плоды, один набрал 15 плодов, другой там столько-то набрал плодов. И, в общем, приходилось вроде, вот так, я именно это подчеркиваю, вроде бы как сделать вывод, что в вымысленном отношении эти ребята достают, однако это было не так, потому что они могли себя обеспечивать, они жили нормально, они общались друг с другом, то есть все человеческие институты в этом обществе были соблюдены. И тогда пришла в голову мысль о том, что это просто какой-то тип любомышления, это другой тип мышления, и, в общем-то, это наблюдение оказалось верным. Просто мы, европейцы, привыкли к нижнему типу мышления, когда информация передается не из действия, не из действия, не из создания условий для действия, а когда информация фиксируется письмами. То есть мы можем ребенка обучать просто показывать, и в России так же было, да, то есть ребенка давали, например, на обучение партнеру высопожнику. Он же не читал там учебников, да, не классифицировал кожи, не читал алгоритм действий, как сочетать сапогу. Он просто за этим наблюдал, и в конце концов, из этих ребят получались прекрасные специалисты, которые могли совершенно спокойно разобраться в качестве кожи, прекрасно установились с закройщиками, заготовщиками, сапожниками и так далее. Вот почему оказалась проблема? Что просто одни дети приучены получать информацию из письменных источников, а другие дети, которые жили в другой культуре, они эту информацию из письменных источников не получали. И вот тогда пришла такая интересная идея в голову этим ученым. А вот этот неуспех в чтении европейских, в обучении, там вообще через письменный текст в обучении, американских детей, европейских детей, не кроется ли причины неуспеха в том же самом, что, может быть, эти дети тоже по-другому воспринимают информацию, что эти дети по-другому учатся, не через письменные источники. Вот, и поэтому был проведен следующий эксперимент. Следующий эксперимент, который очень интересно и дал результат, вы видите, да, довольно-таки уже давнешний, 1989 год. И так, была отобрана значительная группа детей, было более 100 человек в этой группе, они были поделены еще на целый ряд групп, и они должны были приотборить в эту группу, пройти определенное тестирование, определенные, через определенную процедуру отбора. В частности, в качестве отбора были предложены такие критерии. У детей должен был не нарушен этот интеллект. То есть, у них у всех интеллект этих детей был нормальный. Но при этом они должны были испытывать серьезные проблемы в обучении. И в первую очередь, именно в процессе чтения, в процессе чтения как понимания, предложенной в тексте информации. Вот таких детей набрали. То есть, я сразу хочу подчеркнуть, что проблема чтения заключалась у этих детей вовсе не в технической стороне чтения. Они по-разному читали. Кто-то более бегло, кто-то менее бегло. Но все они не воспринимали информацию, заблужденную в текст. Им был предложен текст примерно такого содержания. Это была научно-популярная статья из журнала, которая примерно... излагала следующее, что на Аляске было найдено разметом лежаки, это же ее эстимосик. Тела людей сохранились настолько хорошо, что поначалу подумали, не вызвали сюда полицию, но потом поняли, что, значит, и тела, и живище это много лет пробежало под снегом. И ученых очень заинтересовала эта находка, потому что вскрытие этих тел показало, чем болели эстимосы в начале 20-го века, а они болели трехмиллезом, болезнью, которую получали они из-за того, что поедали мясо сырованной длете. Дальше легкие были, подобные легкие в современных курильщиках, и это тоже было не случайно, потому что жилище освещалось картинкой, которая делалась из жира белого медведя. Неудивительно, что тела сохранились так хорошо, потому что морозы на Аляске достигают 60 градусов по шкале Цельсия, ну и еще было там сказано, что в этом жилище были женщины, мужчины и дети. Вот такое содержание. Текст этот был разделен на отдельные небольшие отрывки, смысловый, ну вот то, что мы называем микротемы, когда работали с детьми. Первый отрывок содержал сведения о том, что учебные вот нашли тела эстимосов, так хорошо сохранившиеся, это неудивительно, потому что морозы на Аляске достигают неудившись 50 градусов по шкале Цельсия. Далее было, значит, второй кусочек, раскладывала о том, что в жилище были найдены тела мужчин, женщин и детей. Вот. И детям было предложено прочитать этот отрывок из текста, и им задавали вопрос. Ну, например, такой вопрос, от чего погибла семейский москоп? Вот. Кого нашли ученые в разметанном к эстимосском жилище? Итак, вот этот первый вопрос, почему симпатичная семья к эстиме? Москоп был адресован мальчику по имени Романдита. Он уроженник с Мексики, в Америку приехал вместе с семьей, мальчик очень хорошо воспитан, был любим соседями, классе, дети любили, чтения его любили. Ну, вот такие были проблемы с обучением. И Романдиты спросили, почему себе погибла семья эстимосов? Отвечать, будьте внимательны. Романдита ответил, потому что температура была слишком высокой. Понятно, почему вы так ответили, да? Не поняли? Не поняли, потому что он уроженец в Мексике. А, да. Да. Уроженец в Мексике. Этим детям всем было по 10, 11, 12 лет. Да. То есть жизненный опыт каков? Жизненный опыт таков, что он понимает, что такое выше 40 градусов, допустим, и что от 60 градусов выше по шкале 10, если можно действительно погибнуть. Но он не мог осмыслить то, что бывает температура минус 60 градусов Цельсия. То есть получается, что мы сами того не замечаем, общаясь друг с другом, общаясь ли, особенно важно общаясь, когда мы общаемся с нашими учениками, мы их обвиняем, может быть, на каких-то, не знаю, умственной отсталости, недоразвитой и так далее. И на самом деле здесь нет длины, никакой длины ребенка. И каждый раз, когда мы сталкиваемся с непониманием текста, мы должны искать причину совершенно в разных источниках. А в таком случае, в этой же самой группе мальчик-американец делили, то есть опыт американский, жизни, горе-мексиканской жизни, но когда его спросили о том, кого нашли ученые в разметанном пожилище с эскимоском, ответ был следующий. Там были беременные женщины и всякое такое. Почему беременные женщины? Это все абсолютно привело к такое недвумение исследователей. Оказалось, что в школе в тот день новой федеологии была тема именно это. Была тема развития плода. И поэтому по ассоциации, как они было сказано, были найдены мужчины, женщины и дети. Вот он говорит, были найдены беременные женщины. Потому что получилось, что один текст налажился в другой. Вот это наша многопредметность. Вот она, наша предмет, многопредметность. Когда ребенок еще у часть не может дифференцировать, что это на одном предмете и на другом, посмотрите, как они плохо применяют знания, полученные на разных предметах в другом предмете. Влоть дела доходит до того, что число вагадра у них на химии, на физике не равно самому себе получается. Что на одном предмете число вагадра у них означает одни признаки, на другом другие. Поэтому они не могут применить, допустим, правила русского языка, которые они усваивают, не могут применить те приемы грамотного чтения, правильного типа чтения, которого он их обучает на уроках литературы. Но что с этим делать, вот сейчас мы об этом дальше обо всем будем говорить. Я думаю, что вы в своих библиотеках, в ваших учебных заведениях можете еще найти книгу Генриетта Григорьевна Граник «Когда книга учил». Она была издана в 1980 году в серии «Библиотека учителя» и была распространена в школьной библиотеке Генриетта Григорьевна Граник «Когда книга учил». Москва, просвещение 80-й год. Синяя такая серия была, библиотека учителя. Вот, спросите у себя, наверняка есть. Я ее нашла и умер в школе. Когда книга учит, то есть там опять тоже были описаны приемы работы с книгой, которые позволяют ученику, не принимающему текст, войти в смысл этого текста. И те вопросы, которые мы можем задавать ученику для того, чтобы он понял, обращенные к нему писем и речи, обращенные тексты. У нее были свои определенные инструментарии исследования. Так вот, спустя почти 30 лет, спустя 25 лет, этот эксперимент повторили ее аспиранты. А вот это свежие результаты исследований. Они просто взяли тот же самый, ну, похоже, под ее руководством там что-то было обновлено, приемы проверки понимания текста, вот таковы результаты. То есть было обследовано 200 школ в 76 регионах России, 170 тысяч учеников первых и десятых классов. Так вот, какие выводы вынуждены были сделать исследователи? Более 50% десятиклассников затруднились извлечь смысл из текста. Только 30% выслезли свое мнение в связи с прочитанным, и 90% старшеклассников, завершающих определенный этап образования, не было полноценного понимания смысла художественного текста. С художественного текста дела стоят, конечно, еще во много раз хуже, чем с текстом публицистическим или аналогом научного стиля, то есть научно-популярным текстом, текстом учебно-научный этот текст называется. Почему? Потому что образные природы текста художественного, это огромный класс подтекста, не усваиваются в детей. Они даже как-то не научаются видеть особенности текста, но называют это формально, формально не понимая, что на самом деле за этим стоит, что могут стоять оценить противоположные смыслы тому, что они вычутывают. Не чувствуют, допустим, иронии, не чувствуют оценки событий, которые есть у автора, и которые не передаются напрямую, но которые, однако, присутствуют благодаря особому всевозможному приему художественному. И подобное же исследование было проведено не только на учениках, но и на студентах. На студентах были взяты факультеты филологические и факультет начального обучения. Так вот, 27,2% студентов педагогического муза относится к чтению к увлекательным занятиям. Менее третье. Это наша катастрофа сегодняшняя, что дети наши отказались читать на том простом основании, и тут начинаются какие-то, вот я вообще на самом деле предполагаю, что это все наши какие-то отговорки от того, что мы не смогли им передать умение читать. Что у нас сейчас какой-то там другой вид текста, что с этим текстом надо опять отработать, иначе придумывали это выражение клиповое вышление и так далее. Если бы я столько времени не занималась с детьми, когда готовлю их к единому государственному экзамену, там на курсах, в РЦОКе, еще в разных формах, то я бы могла в это поверить, если бы не работало сейчас и так много со школьниками. Как работала в школе, так я продолжаю учить детей, и не вижу никакой особой разницы. Если ты их учишь, то они выучиваются. Если ты их не учишь, и они не учатся, то они, естественно, не выучиваются. Проблема заключается исключительно в этом. А не в каком-то там крепом мышлении, еще во всяких председаниях перед ребенком. Это просто модные формулировки. Читают свободное время около 50% студентов-филологов. Если только 50% филологов читают свободное время, а потом эти филологи приходят учить детей, то скажите, пожалуйста, при чем тут клиповое мышление? Один не прочитал, другой у него, естественно, не прочитает, потому что сам учитель не читает, что это не очень важно. Поэтому, естественно, что он не читает. И менее 27,5% будущих учителей начальных классов. Но есть факультеты, где интерес к учению достигает от 3%. Ну, не знаю, какие факультеты. Может, этот факультет физкультуры или физики, я их не знаю. Вот. Концерт текста, то есть его идею, могут выделить только 56% студентов. Частично понимает текст 23% студентов и извивательный перестас, если умеет выразить главные, 21%. И при чтении художественного произведения не происходит осмысления текста. 84% студентов, выпускников филологических факультетов. Вот такие интересные выводы были сделаны этой группой исследователей. Ну, как к этому отнестись, я не знаю. Может быть, кто-то оспорит такие данные, кто-то оспорит такие результаты. Но я думаю, что вы согласитесь с тем, что тенденция очевидна. И что с тенденцией приходится согласиться. И присутствие на многих уроках наших молодых коллег, и не только молодых, мы видим, что действительно учитель плохо понимает текст. Но огромное количество есть определений процесса понимания. Они тут перед вами. Это вот сами можете заняться тем, чтобы поискать определение. этих, этого явления. Но вы видите, сразу, в точек зрения подходит к изучению этого явления. Мы, конечно, будем работать вот именно с этим определением понимания. Понимание равно чтению. Понимание равно чтению. Чтение — это средство взаимодействия индивидуальной средой при помощи интерпретации графических знаков. То есть, естественно, что для образования понимание равное чтению — это самое главное, что должно быть. Но следующее определение — это очень умное определение, мы даже не будем его комментировать. Но вот мне нравится еще вот это определение, четвертое. Понимание — это процесс постижения внутренних связей в содержании текста. И вот осмыслить вот это целое действительно ребенку бывает сложно. И поэтому вот если мы говорим о клиповом мышлении, то, может быть, именно вот здесь происходит это, если оно действительно есть, это клиповое мышление. Кто доказал, что оно есть, это клиповое мышление? Дело в том, у кого-то клиповое, у кого-то не клиповое. То есть один может целое увидеть, а другой не может. Но ведь это так всегда было. Потому что есть люди-аналитики, есть люди-синтетики. То есть кто-то видит целое, но в школе все равно всегда учили увидеть некий текст как целый. Если они сегодня не видят этот текст как целый, никогда. Почему они никогда не видят этот текст как целый? Потому что, я честно вам скажу, это было абсолютно так. Я не ел бы ни одной не найдёте. Ведь предполагается в школьной программе по литературе, что ученик дома прочитывает произведение, вот не дам, были эти летние списки, да, вот, а потом на уроке пения читать. Так вот, у меня в классе, когда я заканчивала школу, двое было детей, которые не читали. Все остальные читали. Весь класс приходил обязательно с прочитыванием. это было и стыдно и позорно. Я помню, что не успела помнить у Целеных начало прочитать занятия, а у нас как раз была контрольная на знании всех этих деталей. И было бы невероятно стыдно, потому что все остальные очень бобренько писали, а я что-то там пыталась из себя изобразить. Но не успела. Вот. А сегодня же наоборот. ты идешь в классы, у тебя вдруг прочитали два человека книгу заранее, и ты уже чувствуешь себя на коне, да? Да, уже есть о чем поговорить, уже есть, что с детьми делать. Вот. Поэтому, конечно, вот эта работа с целым внутрь, постижение внутренних связей в содержании текста не может произойти, если текст незнакомый от иду. Это одно из очень важных открытий германетики. Сейчас об этом расскажу. Вот. Ну и еще один, посмотрите, одно определение понимания, это про них на милии человеческие переживания, мысли, намеренные решения не явно присутствующие в тексте. Это определение понимания нам, конечно, чрезвычайно важно, когда мы говорим о чтении лирических произведениях, чтении стихов, потому что это про них на длине человеческие переживания. Человеческие переживания. Когда мы читаем чужие стихи, мы их все равно читаем от первого лица, да? Это я, помню, чудное мгновение, да? Это я, до мною, лилость, это я вас любит, любовь еще быть может, в душе моей угасну нет, совсем, в душе моей угасну не совсем, это я произношу, есть осень первоначальная и так далее, да? То есть мы себе присваиваем поэтические тексты, это одна из особенностей лирики, одна из особенностей лирики. Вот, и поэтому, естественно, что читаем, мы должны проникнуться этим переживаниям, этого тоже не происходит. пример, например, такой, как дети в пятом классе читают Бородинок, что моноземные квартиры не стоит, не могут, что ли, командиры чужие взорвать мундиры. О, русские штыки. То есть вот в этих внутренних связях содержание текста не устанавливают и не понимают переживания, и не понимают переживания. Вот, конечно, что я могу сказать, вы работаете в старших классах, я исключительно сейчас в старших классах работаю, потому что пятый класс и те, это каждый день проверять тетрадь, да, несмысленно работать в пятых классах не проверяйте тетради, если ты работаешь, работаю уже не до тетради. Поэтому мы уже работаем с чужой недоработкой. Вот, мы с вами работаем с чужой недоработкой, потому что эти вещи формируются пока еще с молодых ногтей, а пока ногти еще не отгорят. То есть это дошкольное и начальное образование, ну, пятый, шестой. Но мы всегда получаем уже то, что мы получаем. Я шла сюда в этот колледж, и они там с тайкой стояли на колледже, выходили, и я посмотрела, какие у них красивые, осмысленные лица. Они модно одеты, модно причесаны. Ребята некоторые, все аккуратные такие. Вот я на них посмотрела и думаю, какие прекрасные умные лица. вот, да, где мы, где мы ошибаемся, что мы делаем не так, да, что мы делаем не так. дали стресс, когда дали стему о книге, или мы писали стресс. Да. Просто еще кемодоскоп. Да, верно. На чем тем попадает. Да, вот, что такое произошло? Ведь это не лица примитивных людей, это лица замечательных людей, просто которые обидны, невероятны. Мне кажется, что много очень сильно было, и не так надо. Вот получается работаем, 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 но все без толку. Не в зарплате не получается достойно, а ему не результатом достойно. Как вот так. Как то так, ради чего, да? Вот так вот. Вот. Ну, и если рассматривать текст, то получается, что мы текст тоже рассматриваем с разных точек зрения. Текст как полиметодологических операций, то есть как поле обработок его для понимания естественно. Вот. Мы должны понимать, что есть язык, а есть речь. И вот эти связи устанавливать между языком и речью, конечно, мы должны для себя уяснить, что такое понять речь, и что произвести речь. Я вам предлагаю начать не с текстов, а я вам предлагаю начать с... Да, вот этот слайд еще посмотрите. Акт эффективного чтения, то есть акт эффективной работы с текстом имеет вот следующее содержание. Вот буквы М обозначены понятие ребенок мир. Да, то есть у ребенка, ну, М можем назвать учащийся его мир, или как сейчас обучающийся, да, придумали новое слово, неважно, но ребенок мир. У него есть этот свой мир, да, и Билли Армандита этот мир представил в ответе. Один нашел беременную женщину, вот, все-таки знание свое по биологии вынес сейчас, да, вот второе опять же, что он представил культурный опыт, что температура была слишком высокой, вот, такой его мир. А РТ это взаимодействие ребенка и текста, текста ребенка, а ТМ это мир, отраженный в тексте. Так вот, опосредственное, опосредственный текст, когда ребенок начинает общаться с текстом, должны привести к изменению его картины мира. То есть, в результате эффективного акта чтения вот эта формула РН будет условно звучать следующим образом. РМ1, допустим, или МТ, да, с маленькой буквы, то есть, соединяется мир ребенка и мир отраженный в тексте. Вот это и будет актом эффективного чтения. Мы с вами немало работаем, когда работаем с детьми, работаем с картинами. Вот у нас всякие есть картины, которые мы описываем. Они учатся использовать слова на переднем плане, на переднем плане, и учатся описывать краски и так далее. Но мы мало работаем с пониманием концерта картины или с пониманием идеи картины. И вот как-то мне пришла в голову мысль, что сделать ли некую параллельность тем, что мы делаем на уроках литературы, когда работаем над пониманием церкви, с тем, что изобразил художник. Почему? Такая мысль пришла. Какая сложность кроме образа природы у литературного произведения? Образ не природы, несомненно, то есть образ является основой любого в виде искусства, в том числе и в живописи. Но отличие заключается в следующем. Литература это временное искусство, художественное и литературное творчество это временное искусство, а в живописи это пространственное искусство. Что я имею ввиду, когда говорю временное искусство? Герои в литературном произведении не остаются тем же самым, каким приходят в литературном произведении. То есть он приходит в литературном произведении одним, ухудшим. в роман пришел мальчишка Зармой который умел обвинуть от работы очень ловко более того не просто ловко а он еще мог себя поставить в особое положение утверждая даже то, что когда он красит забот ненавистный на самом деле он выполняет какой-то очень почетный творческий и не каждому доступен на работу вот мальчишка который мог увенить от наказания от выполнения уроков и так далее беспечный и веселый и уходит из романа мужчина уходит из романа мужчина уже способный взять на себя ответственность за спасение более слабого существа готовый взять на себя от ответственности многим пожертвовать вспомним все это подробное описание вы узнали произведение да да конечно вспомним если все описания как они проводят время в пещере тогда когда вот она уже хочет есть и находится вдруг этот кусок города и как они делят пирог пополам обеки съедает его а то не съедает свой кусок а прячет его и обеки как она уже смеяется с тем что им придется погибнуть и ложится и как он не будет смириться с этим ищет выход постоянный глава постоянная работа для того чтобы это сделать ему нужно все то что у него потенциально есть реализовать и наконец его уже совершенно очевидно будет единственный страх который у него есть этот страх предупреждается в джон он совершенно очевидно он его побеждает вот таким уходит этот мальчик из романа и автор всегда показывает этот путь изменения приходит в роман человек который отвергается мою идею веры соглашается надеть на себя образок перед тем как отправляются на войну просто любя сестру и уходит из романа человек совершивший христианский подвиг возлюбивший врага своего простивший все то что было на земле и человек который видит во сне то что видел толстой в тот период жизни как истины я умер я проснулся то есть вот этот путь от 300 до христианского подвига приходит роман человек можно сказать француз потому что 10 лет проводит закрытым французским учебным заведением а уходит из романа русский помещик приходит в общем-то европеец а уходит русский мужик потому что оказалось достаточно не повред и не помыться применяя с ним труба внули на себя в тулуп чтобы сойти за русским мужиком поджигателя и в плену приходит еще истина к нему со знанием истины что жить надо так как живет твой народ вот вот такие измены происходят на протяжении романа поэтому это еще один дом для того чтобы утверждать произведение должно быть прочитано в целом мы не понимаем его вообще а не отдельные какие-то эпизоды потому что отдельные эпизоды будут про любовь про природу нормаль нашу да и так далее но мы не увидим целой концепции текста а это чуть полегче почему потому что здесь запечатленное гранение конечно то есть вот несомненно что литературное произведение совсем не представляет из себя каких-то ну так скажем кадров да это не дискретное произвел это не отдельные картинки даже не 24 это все-таки естественно из одного факта вытекает другой факт причинно-следственные связи очевидно в произведении но однако как выяснилось работа над картиной позволяет и помочь детям работать с художественными произведениями с эпизодом тоже вот ну какие сложнейшие для наших детей понятия понятия темы идей ну вот кто-то может быть помнит Ираиду Сарафимову Грачеву незабываемую нашу методисты нашего нашего учреждения которая говорила что есть очень простые вещи которые помогают детям понять сложные вещи это правильно поставленный вопрос и тема отвечает на вопрос по чем а идея отвечает на вопрос для чего а мы сегодня во всех этих критериях которые проверяют качество речи ученика видим сформулирован позицию автора понял ли он позицию автора все время позиция автора позиция позиция идея текста позиция автора конечно это не совсем одно и то же но это рядоположенные вещи вот поэтому о чем и для чего вот это во-первых первый и самый главный вопрос если ну может быть не самый главный потому что нам все время надо идти от целого для того чтобы понять для чего это написано конечно это самое главное дети не понимают того что письменная речь всегда целенаправленно что значит целенаправленно всегда письменная речь значит она подчинена цели какой-то а цели дана высказать свое мнение о мире то есть есть такие люди которым давно больше чем всем остальным другим там данным допустим суп варить так как никто не сварит третьим ткач четвертым выращивать какие-то невиданные цветы ну а вот некоторым очень немного даром видит то чего не замечают занятые своими делами другие люди и поведут об этом вот и для того чтобы это поведать и передать во всей полноте свои может быть какие-то опасения тревоги или даже радости оказывается что того кто читает этот текст тоже есть обязанности еще одна книга мы рекомендую даже не книга это всего лишь глава из книги Ивана Александровича Ивана поющая сердце глава называется о чтении так вот Ильин сегодня же модно говорить о том что адреса всегда прав вот я что хочу то читаю да вот я это прочитала вот я это так понял и я значит прав вот а Ильин говорит что нет что у читателей есть как раз долг долг какой понять автора так как он высказаться иначе получается бессмысленным это творчество то есть вот аж целая такая тяжелейшая операция была произведена в свое время над человеком который имеет право сказать что-то другим любят да вот значит он кушам моим предник да их наполнил шум и звон умнял для неба содрогания горни ангелов полеты гарморских подгонных вот и волос призевания то есть вот что случилось с ушами то есть горний ангел полет полет ангел вокруг горнего места вокруг Божьего престола до него запрозимание момент роста ростка от того момента как он профлюнулся до того как он проходит землю вот что такое поэк он отверстие свеч единицы как у испуганной орлицы не орла а от лица потому что орлица из своих детенышек печется да и сердце вынул на требованные то есть пугливое робкое бояще си убыт повращаем вокруг отверстие воды и только после этого писатель начинает служит уилен вот поэтому у нас нет такого права не читать произведение так как оно было написано автора несомненно это только лишь движение это только вектор это только направление потому что абсолютно точно доказательное состояние верности своего понимания но однако верность нашего понимания будет обусловлено особенностями художественного текста вот давайте попробуем сейчас об этой картине поговорить и понять ее я думаю что тема ну понятно петербургская жизнь описана здесь один из петербургских домиков или даже дворов вот так а для чего это написано вот что этим полотном своим автор с какой мысли обращается к своему зрителю ну каким-то образом мы ее поймем эту картину правда но во-первых надо сразу иметь ввиду и это в первую очередь касается именно художественной литературы текста а никогда текст художественного произведения не открывается сразу при первом чтении это аксиум я не имею ввиду каких-то поделок всех вот этих книг которые продаются на звали женская проза и так далее я имею ввиду конечно то что является литературе вот мы знаем это по нашим с вами студенческим годам что смысл художественного текста не прицеден скрыт это главный признак художественного текста и самым сложным видом текста для понимания является художественный текст не научный как иногда думают дети вот потому что научный однозначен условия терминологии все понятно в этом тексте там проблема только расслабления языка терминологии здесь гораздо все сложнее потому что здесь язык вроде бы как понятен это язык родной или родной неважно но я его уже научу а кажется что вот Лотман тоже говорит об этом как это очень важно книга структуры художественного текста как важно увидеть особенности текста а что же особенно мы видим на этой картине ну допустим отсутствие неба является особенностью этой картины да отсутствие неба вместо неба высокие дома которые загораживают мы не можем сказать что там за этими домами это может быть площадь или проспект или еще целый ряд таких же домов похожих а вот или плац своем или держав на течение мы не можем это сказать то есть эти дома загораживают пространство жизни от этого маленького домика и загораживают закрывают небо вот обратим внимание еще на то что очень странно завершает картину дубой женский мы видим нижний карниз окна занесенных снегом почему он так делает получается что мы можем предположить что там вверху еще какое-то количество этажей может быть один может быть два то есть еще выше и выше поднимаются этажи этого дома вот ну напомню вам строчку и украшение мы видим что здание выкрашено в желтый таракотовый цвет и это уже нам дает основание говорить что это казенное здание вряд ли это доходные дома потому что если бы даже это были доходные дома то все равно какие-то признаки жилья мы бы увидели за окнами этих домов ну у кого-то бы не села бы занавесочка у кого-то бы на окошке стоял цветок мы здесь не видим этого совершенно но зато видим что очень частый переплет окон это частый переплет окон напоминает решетки правда вот но это не тюрьма там балкон есть да вот в оранжевом вот этом терракотовом доме переплеток он еще более частый поэтому может быть это казарма может быть это конторы подобно той куда расходников приходит писать свое признание какие-то там департаменты чиновничьи и так далее то есть это государственные казенные здания но перед ним перед ними перед этими зданиями стоит огромный дом усадебной застройки Петербург ведь не застраиваться усадьбы у нас не так много усадеб на 12 очень интересная усадьба сохранилась и я все жду когда ее спалят или решатся разрушить ее что будет очень жалко это усадьба экологическая экспертиза показала что дом не восстанавливается можно не поверить потому что мне кажется что если бы я взяла дни я бы его ремонтировала там сохранилась усадьба потому что там за этим домом и парк есть запущенный то есть когда-то это был хороший в глубине Васильевского острова там уже ближе к малому проспекту ну а усадьба у нас есть Державинская например Юсуповская Державинская усадьба но все-таки это была не усадебная застройка Москва вот как усадебная застройка а там а здесь есть вот эта плотная городская западная европейская застройка а вот и поэтому здесь есть еще мысль о том что противопоставлены для разной культуры то есть культура западная пришедшая в Россию с Петром и эти частые переплеты окон взятые с той голландской культуры да вот и культура русская русская которая была свойственна это усадебная застройка и они находятся противоречия они находятся в оппозиции они находятся в инфидонизме мы видим здесь очередной конфликт между этими двумя строениями уходит эта жизнь да крыльцо валится направо да совершенно верно окна заморожен да то есть здесь жизнь я у ребят спрашиваю а вообще он обитает может быть он уже не обитает есть ли признаки того что он обитает посмотрите во первых идут следы крыльцу это следы только это не тропинка утоптанная то есть значит кто-то один может быть два человека проходит да вот не немного народу идет потому что если бы вся семья сюда приходила то вероятно это была бы плотно утоптанная тропинка и во вторых или расчищена было бы совершенно верно вот во вторых окон труб оттаявший снег и слуховые окна тоже не покрытый снег значит оттуда идет теплый воздух и слуховых окон вот и трубы значит тоже плечи топятся из рук шоу теплый дым раз вокруг подтаял снег это жизнь умирающая более того она уходит эта жизнь да потому что она задавлена этой казенной жизнью казенная официальная жизнь побеждает эту частную жизнь и все находится сокрыто под снегом и только остались какие-то приметы этой человеческой жизни очень грустная картина я соглашусь и это вы хорошо сказали почему потому что значит позиция в чем заключается он грустит по этой человеческой жизни он грустит над тем что государство задавляет частную жизнь его свободу человека да это похоже картина картина московский дворик не похоже откровенно радостно она откровенно радостно откровенно радостно там есть мысль о том что та жизнь задавлена но автор находится на чьей стороне на стороне на стороне этой жизни которая задавляет частную жизнь или на стороне свободы частной жизни конечно а здесь автор на чьей стороне на стороне свободные частные цветущей жизни то есть позиции так позиции авторы похожи да но средства выражения этой мысли взяты хотя бы я не сказала даже что и по композиции эти картины сильно отличаются линия неба есть есть здесь линия неба открыта там линия неба закрыта но линия неба есть в обеих картин обратите внимание вот на это горизонтальное направление вот оно здесь вот просто даже чуть-чуть ко мне ты рассказал и он подчеркнул это горизонтальное направление композиции так же как и здесь вот и линия человеческой жизни есть да и линия земли тоже есть как и там только там земля покрыта снегом а здесь земля покрыта цветами и травой там линия жизни спрятана в этом доме а здесь не только не спрятана но она еще подчеркнута будничная эта жизнь она подчеркнута не праздничная несмотря на то что она не праздничная она все равно прекрасна почему потому что в принципе это и есть вот хлеб насущий женщина идет отставив руку левую далеко от себя почему это тяжелое значит она чем-то наполнена чем она наполнена вот совершенно верно кормом кур кормить она идет потому что если бы здесь была вода она вышла в дом а не из дома из дома выносят грязную воду вот в дом несут чистую воду она идет в сторону курс конечно она несет им корм он может быть разлученная хлеб там да или остатки пищи несет кормить кур дальше наша авто приехала что-то привезла может сено привезла может дрова привезла может мешок мешки с мукой да потому что все таки всегда запасы были такие в том доме еще большой дом дети играют почему-то именно младенцев изображает поле на этой картине как это вечное продолжение жизни подрастают новые новые дети новые люди подрастают и линия неба не просто открыта линия неба вы видите вот вся пронизана в колокольнии даже не говорю сейчас о куполах а вот просто о колокольних посмотрите соединяет одну колокольню с другой там один этаж на другим здесь одна колокольня с другой колокольнию там мы предполагаем что может быть еще один этаж а здесь мы знали что это колокольня будет соединена со следующей колокольни это будет со следующей колокольни и так по всей россии и в это утверждение права человека на эту замечательную частную жизнь вот такую обыденную такую простую утверждается художником просто напросто другими средствами у детей наших замечательных есть задание какое я знаю что из колледжей детей немного сдают однако такие есть вот однако такие есть каждый год примерно 10 процентов на 14 процентов просто я все эти годы была председателем комиссии вот вот 16 поэтому эти все данные хорошо знают долго было сколько 10 лет почти да вообще на юге вот все эти годы то есть вот 2004 то есть уже 12 а 2009 литература поэтому знаю что из этого контингента издает почему потому что они поступают в художественную училищу например вот строительную басу на один факультет есть литература обязательная анализа там ей надо рисовать а в дизайна литература стоит обязательная там на всех факультетах на технологических создает литературе политехничество на всех факультетах журналистики то есть эти дети которые заканчивают училища тоже издает литературу и у них самые плохие результаты по городу вот почему у них самые плохие результаты по городу ну потому что у них нет особой возможности готовиться к литературе так требует дизайн дизайн непростой очень простой и также есть два типа задания 9 и 16 когда они должны сопоставить три произведения вирусовых три произведения они должны сопоставить да а вот три произведения одно исходное это эпизод допустим из какого-то произведения и там дальше идет вопрос так вот они должны сопоставить заново и направление анализа ну например есть там ну допустим такой если мы возьмем демоверсию эпизод как базар приезжает в домникова и петровича и персона а вот как раз намечается основной комплект отцов детей в приведенном эпизоде восьмое задание то есть в основном эпизоде в каких произведениях русской литературы показывают как их поколение и в чем можно их сопоставить с приведенным эпизодом вот то есть вот какие темкие знания тексты и умения работать с текстами должны быть вот это аналогия этому заданию то есть мы увидели сходные авторские позиции но они были выражены разными способами и когда мы пытались понять автора то мы с вами о чем говорили смотрите мы в первую очередь говорили о композиции произведения как можно будет конечно нам с вами говорить о композиции произведения если дети прошлись и пришли на занятия с непрочитными произведениями потому что композиция заместна только тогда когда ты увидишь целое вот ну что делать можем и такой уход придумать просто читать на уроке рассказов вот можем не дописала я талетая эту статью а надо поделиться за нее потому что кое-какие идеи пришли вот такие неплохие как мне кажется для изучения эпических произведений которые тоже можно все-таки с этим справиться каким-то образом но самое главное все-таки давать эту грамотную установку это грамотная установка на понимание авторской позиции вот вот еще одна картина Поленова бабушкин сад называется эта картина бабушкин сад называется эта картина а вот картина другого художника Николая Пишневовича Богданова Вельского который называется «Буднохозяева» заметно? видно? вот теперь опять то же самое что вообще у двух картинок когда мы поглядим вот так у поверхностных взглядов ничего да это внутри дома это снаружи дома это помещение, комната это сад здесь какие-то непонятные странные люди мальчишка досиком мужчина с бородой и так далее да статаны и чашки в перемешку здесь очевидно женщины из, так скажем, чистого общества да а вот так а между тем картины обе об одном и том же об одном и том же об одном и том же о уходе умирания дворянской культуры средства, детали которые передают эту идею разные вот обратим внимание ну раз бабушкин сад так давайте обратим на бабушкин сад внимание что в этом саду? дорожки допустение допустение конечно дорожки заросли трава уже вышла на дорожки и очень сильно вы видите да дальше вот на прямо тут перед нами здесь плохо видно я вижу но на хорошей на хорошей репродукции вы четко видите это лопух да вот это вот лопух вот а вот здесь видите лилейник то есть смешанные цветы да культурные остались еще какие-то цветы которые требуют ухода наиболее так скажем неприхотливые да лилейник ну лопух уже занимает свое место то есть вырастает дикая трава которую надо было не проповода да то есть цветники не проповода сирене не стрижена дорожки зарастают травой а обещают дом обещают дом оторвалась леднина вычерплены ступени утрачены фрагменты пиле вон там да вот все находится в запустении все это уходит как уходит уже эта женщина посмотрите очень важный момент девушка как будто и не отбрасывает тени да она так нарисована как будто у нее и тени нету потому что вся эта черная тень это тень вот этой старой женщины которые там уже остались какие-то считанные дни жизни да которые уходят как уходит и вся дворянская культура небытие Чехов пришли в лесах да вот вот видите это картина о том же самом но только средства решения этой идеи другие почему потому что вот мы опять же видим детали здесь очень важную роль начинает играть детали в общем мы и в тех предыдущих двух картинах обращали внимание на детали но там мы больше говорили о композиции а здесь вот мы больше говорили о детали посмотрите какие странные детали слева мы видим конскую утрижь там висят горжи там висит уздечка вот шлейки а справа портрет генерала почему мы видим что это генерал красной прапеты да то есть вот эти детали конечно это исторические культурные детали их необходимо знать для того чтобы адекватно перевести один цель с другой вот и золоченая рама а перед этим паркетом видим печку буржуйку вот дальше видим старинные часы видим опять же резную мебель красную дерево кресла стулья резные несомненно какие-то стулья красивые очень да авторские а странный стол для обеденного стола такой стол не подходит правильно ножки тоненькие вот ножки тоненькие это вряд ли обеденный стол потому что у обеденных столовых обычно бывает да да и место скорее всего это не столовая а скорее всего была гостиная потому что он там на верху антресуни где может быть играл когда-то оркестр крепостных музыкантов да вот то есть стол скорее всего был предназначен для игры в карту допустим да вот они его используют как обеденный обратите внимание скатерть что стол покрыт но при этом ватрушки лежат без блюда прямо на скатерть у хозяйки у девочек и у мальчика маленького фарфурилы чашки у старшего поколения мужского стакана но все одинаково пьют из то есть по привычке простонародья это крестьянская разбогатевшая семья купивший этот дом новый хозяин называется картина и таким образом получается что две картины это конечно деревня вы обратите внимание что из окна видно там озеро видно из окна или пруд дерево видно начало весны там четко это прописывается конечно как бы ни были хорошие слайды репродукции очень трудно найти выкормить и хорошее а подлинг яйца все хорошо прослеживаются вот и таким образом мы разгадываем идею этой картины пришла мне там полная идея вы знаете вот благодаря этой картине она конечно чрезвычайно грустная но я вам ее все покажу это картина Ивана Петровича Крамского неутешное горе у меня несколько часов было в Москве между двумя поездами и рекомендировку и я решила скоротать время в критиковке так как времени было мало я просто-напросто лежала хотела посмотреть начало двадцатого века поэтому краску не входило на планы совершенно я эту картину видела мне казалось что я ее очень хорошо понимаю мне вообще казалось что здесь есть маленький грудок на передней плане вот что и подчеркивается этим названием неутешное горе вот но она висит над дверью в Критиковской галереи над дверью вот и пробегая из одного зала в другой я вдруг увидела знаете что что здесь очень плохо видно здесь практически этого не видно поэтому эффект теряется вот напрягите зрели видите здесь приоткрытая дверь щель такая зерная и вот там в Критиковской галереи очень хорошо это просто увидела видно здесь плохо видно яркая пламя яркий свет свет от пламени там горят свечи там горят свечи вот опять же кое-какие культурные детали если там горят свечи это означает гроб там да и вокруг него стоят подсвечники горят свечи потому что сейчас они читают псалтили вот то есть идет чтение псалтили сопровождается уход души да молиться об этой душе молиться об этой душе о том чтобы этой душе царство небесное было даровано то есть даровано была бы вечная жизнь надежда на встречу там да и на живую душу когда второй раз придет христос да вот что на самом деле это с чем означает а эта коробка это цветы которые привезли из цветочного магазина и вот здесь опять ужасно просто почему-то иногда хорошо видно я с этой презентацией да много работаю а вот сегодня плохо видно поэтому лучше было даже видно чем эти ну потому что это темная картина поверьте на слово вот это гиацин это нарцисс а это тюльба почему такой набор нарцисс гиацинта тюльба это цветы какого времени весны совершенно верно это пасхальные цветы да конечно то есть из цветочного магазина привезли те цветы которые значит мы можем сказать он видимо умирает весной вот весной то есть или все равно это так или иначе будет связано и до пасхи или после пасхи это будет все равно всегда связано с воскресением престолом потому что если это еще похоронилки пост это превыкновение в пасхи а если это после пасхи то это 40 дней великого праздника вот то есть здесь совершенно очевидно важна эта пасхальная идея пасхальная идея воскресения бессмерти жизни вечера мы можем сказать что это конечно вдова потому что вот остались посмотрите мы даже можем сказать кто это был человек ушедший это был видимо или ученый или искусствоведов а по крайней мере на 100% человек умственного труда остались книги чернильница там видна вот причем чернильница даже не убрана пиролиже то есть вот опять же эта мысль о том что вот она еще только что была эта жизнь может быть на коммунии еще работал человек и все изменилось вот что такое человеческая жизнь вот ее бренность вот то есть вот такой глубокий философский смысл возникает в этой картине я уже никуда не ушла от этой картины вот потому что сматриваясь в каждую деталь вот там иконы еще висят опять тоже не видно справа вот сматриваясь в каждую деталь совсем иначе я уже ее читала зачем я вам в этом так подробно рассказываю за тем только чтобы сказать с текстом надо говорить то же самое с текстом надо говорить то же самое вот давайте теперь уже будем говорить о текстах так как у нас время немного в общем какие-то такие странные курсы в том плане что мы могли очень полные курсы дать по работе с текстом и так далее но мы не увидели там даже себе место сразу потому что там все будет про переводы про переводы я уж не знаю почему вы будете заниматься переводом суральских языков и кто из вас будет этим заниматься вот но потом там есть второй тридцать четвертый модуль когда мы это читали то поняли что вы могли по этим модулем еще гораздо больше прочитать всего но так уже получилось потому что я вообще по началу просто отказалась от участия когда мы позвонили и сказали что вот вас приглашают я сказала да ну то какое отношение к этому имею идите в университет вот ну а потом осенью позвонили и мои коллеги пришли отсюда такие довольные и счастливые от общения с вами нам стало просто даже как-то обидно потому что мы могли выдать такие полноценные курсы вот ну так уже получилось и сейчас мы с вами разговор о тексте начнем с вот начнем с разговора о стихах я сейчас открою стихотворение чтобы вы его видели перед глазами вот это стихотворение возьмем маленькое маленькое всем хорошо известное ну значит конечно наши дети не хотят знать что такое литературный вот и учить для все работают с понятиями литературного рода думая что что это видимо какое-то знание ну такое случайное то есть для избранных скажем вот что что если бы она была неверна она должна была уже исчерпать но она не 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 но здесь не совсем воспоминание то есть здесь еще и следение некого факта но в общем это все уже литературовеческие студии а три этих основных рода они отличаются целью сказан поэтому если мы говорим о лирическом литературе поэтому если автор высказывает это переживание человеческое какое-то то тогда читатель должен храниться и понять какое переживание высказать еще одна очень важная вещь почему потому что мне казалось настолько верно это я попробовала на практике словей это наблюдение вот этого самого книгу которого я вам порекомендовала наблюдение вот какое текст для того чтобы быть понятым должен обязательно пройти при стадии обработки если вы поняли значит вы сами того не знаете при стадии работы если вы текст вам кажется что вы поняли ну вот допустим вы очень серьезно какую-нибудь статью прочитали читали вроде все понимали сказали здорово приходите и мужу своему говорите прочитал начинаете пересказывать и ее пересказать не не можете значит вы поняли то значит обработка этого сложного текста более простой но вы это сумеете сделать посмотрите это чрезвычайно важно уметь пересказать вот потому что тогда восстанавливаются смысловые связи да это наиболее простой вид перевозведывания текста детям сейчас не извините они уже одиннадцатоклассники поэтому просто пересказывать в одиннадцатом классе уже поздновато а в пятом классе пересказать обязательно но вспомните допустим я помню у нас в географии такая ученица была довольно-таки строгая чем-то как в географии запомнилась а не биология допустим история и мы в коридоре перед дорогом географии никто не сидел там в классе садились она начинала опрос вот про это спросила про это спросила как это неактивная работа конечно вот это очень активная а мне кажется что а это ушло вообще мне кажется что это это не так и что мы говорим да но то-то 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 это результат она говорит знаете это с чем связано я говорю с чем это связано а с тем что геометрии больше не доказывает теорему что вот больше не доказывает теорему как бы все сами про себя понимают а вот эти вещи когда продавали 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 вот это то и и и и и и нужно и и и спокойно решает и спрашивает и спрашивают сколько можно купить на 100 рублей если одна баночка не важен да совершенно верно и они отвечают ровным числом совершенно верно значит баночку йогурта не могут все совершенно верно значит на самом деле они не математическое вещество они в состоянии понять что и спросили как будем делить людей или баночки магазине вот если вы спросили килограмм это другое дело грамм и вес людей набравшихся в лодку вот таким образом ну давайте вот к этому стихотворению теперь обратимся то есть нам надо понять переживание которое высказано в этом стихотворении я прочитаю да значит три стадии 1 непосредственного почтения непосредственного понимания как помню так помню только надо помнить что всегда не помню по определению кружки второе осмысление текста то есть его перечитывание но уже перечитывание по определенным канунам определенным правилам то есть вот именно это всматривание в тексте всматривание в тексте но здесь можно ли применить выражение анализ текста ну может быть и можно потому что все равно мы обратим внимание на композицию произведения на какие-то средства изобразительности потому что они бывают иногда очень яркие и на них надо обратить внимание на лексику обратим внимание на спинтексы собрать внимание то есть в принципе можно говорить об анализе но он не должен быть самодостаточным потому что самодавляющим потому что анализ радиоанализа к чему не приводит он должен привести именно к пониманию текста и третий этап работы с текстом это его переупосредование переупосредование вот пересказ текста это тоже его переупосредование можно усложнить форму пересказа ну например поменять действующий лицо и баски вороны и лисицы рассказать лица вороны вот от лица лисицы от куста от лица куста сыра от ветки ели на которой взгромоздилась барона то есть это тоже все полезное упражнение это упражнение я не сказала что в этом весь иной смеси в этом есть именно смысл совершенствования работы с текстом для его понимания ну а для наших детей самый главный вид переупосредование это сочинение на основе текста или сочинение с обращением к тексту то есть много всяких вот таких форм да 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 совершенно верно вот и вы говорите письмо персонажа да то есть мы значит можно с персонажем было идей каких-то не согласиться или наоборот согласиться но я каким-то образом еще хорошо у меня получалось не всегда это правда получается ну так скажем я это называла там даже ток урок а вот когда просто начиналось все я уже ильинское да вот то есть себя представляли герои я он ильинская такая такая тот и тот у меня и день базаров тут и тут вот но иногда хорошо получалось но не очень это это вот на начальных этапах работы над произведением можно было это использовать итак стихотворение в который мы должны понять авторство и переживание весна конечно извините еще один момент когда у нас есть возможность читать детям надо читать рассказ прочитаем стихотворение естественно прочитаем тоже весна выставляется первая рама и в комнату шум ворвался и в лаву из ближнего храма и в говор на воду из тут колеса мне в душу поверила жизнь и воли вон даль голубая людна и хочется поле широкое поле для дневшествия сыплет цветами весна ну раз высказали переживание здесь то у детей спрашиваем какое переживание здесь перед так переживание радости от чего от встречи со сной конечно вот но значит переживание встречи с весной а переживание может быть окрашена какой-то эмоции поэтому мы эти эмоции прямо буквально переписываете 5 столбиком то есть выиграл зенит мы можем испытать чувство восторга переживание и не переживание и не переживание и не переживание переживание вот восторга и ликования радости а приграмл зенит что это это гнев вот еще что в хакете скорбное чувство и так далее то есть у нас прям так и войну целых список мы сомневаемся в том что здесь ликование радость может быть чувство гораздо глубокое для этого нам надо будет именно обратиться к осмыслению и попробовать его описать вот это тоже ведь им непонятно что текст вещь сделанная автор работает над текстом много вариантов всяких использовала пушкина говорят цыгана просто в толпота на сарабе качует имела более 20 вариантов там и дружную семью и еще и так далее прежде чем ровен сатус единственный вариант который он включил чистовой вариант да прежде чем имел сообраз поэтому мы следим за этой работой почему так написано пытаемся найти странности в тексте почему то так вот написано нам непонятно почему так написано и так обратим внимание на первую страху весна выставляется первая рама и в комнату шум ворвался и благо из ближнего храма и говор народа и стук колеса скажите пожалуйста основные образы какие в основных вот этих передачи образов автор опирается на слуховой образ тактильный образ запах цвет на звук на звук конечно чем мотивированы появление этого звука шум благость голос стук тем что выставляется первая рама то есть выставляется внутренние рамы сейчас везде стеклопакеты поэтому не поймешь как это радостно действительно отец кто помнит еще этот дом где вынимали раму то это первый признак весны более шумом становится в комнате естественно мы этому радуемся вот по второй страхе есть звуковые образы мне в душу повеяло здесь уже нету нужно то есть здесь выявляется зрительный образ а еще здесь два безличных предложений мне в душу повеяло жизни душу повеяло жизнь то есть не жизнь и воля а дальше идет повтор да еще добавляется эпитет широкое поле да то есть как бы такая градация возникает да и хочется поле широкое поле где шествует появляется лексика высокой стиле сыплют цветами весны скажите пожалуйста восприятие какого человека до на весна давайте тогда представим себе вот это умение представить себя на месте велического героя это как раз счастливое такое мнение и она прививается детям а я не так бывают рады когда я это привьешь они просто не знаю вот сегодня как раз об этом бабушка одна говорила о том как девочка научилась это делать и как она просто сейчас даже в университете это все радость не переживает потому что это не помогает хорошо учиться и так далее вот а ведь все происходит в комнате правильно если мы себе это представим это в комнате происходит это себя на поместить в комнату где расставляется первая рама скажите пожалуйста с какой точке пространство комнаты верно дарь-борубая совершенно верно только лежа да только лежа можно увидеть дарь-борубая вот и в соединении нельзя по одной какой-то детали увидеть особенность текста потому что это текстная системная вещь и мы должны обратить внимание на другие детали тогда становятся понятными два этих безвечных предложений мне в душу поверь его жизнь и воли и хочется в поле хочется да не вы можете да хочется да не можете то есть получается что здесь в этом стихотворении весна до на восприятия человека не могут вот больного человека может быть больного уже до своей последней смертной моменте может быть это он может только себе представить поэтому получается что переживание гораздо более тонкое и более сложное не только радость от приходит весна и замены здесь тоже есть но еще и печаль потому что уже только хочется но я могу вам еще одну книжку порекомендовать она для учителей начальной школы написано но на самом деле она настолько интересно что вообще подходит абсолютно всем учителям не только русского а литература на ивахлит это книга а вадима александровича левина в а левин как маленький школьник становится большим читателем вот так называется эта книга левин пишет о том что он обратил внимание на то что у маленьких детей которые учатся в начальной школе есть стереотип а какой-то стереотип дети любят говорить следующую вещь что в этом стихотворении поэт называют поэта описал всю красоту и во вторых учит нас любить маму родину природу мать нашу и так далее да вот то есть вот такие стереотипы особенно его раздражает вот этот стереотип мне ужасно мне нравится всю природу всю красоту родной природы описал как и целью писал всю красоту родной природы когда она там сто раз прекрасней да вот это красота родной природы ну ладно пушкин и описал всю красоту родной природы зачем вермонтону понадобилось во все нападки бежать за него дальше описать всю красоту родной природы а потом фейды ключу а потом пастернаку вот совершенно верно нелепое занятие забывают о том что конечно это не целью писания ради природы а средства передачи более каких-то глубоких тонких мыслей и чувств да вот а учить тоже и вот ленин поэтому учил нас да вот поэтому ленин проводит такой эксперимент берет первый класс для того чтобы научить их стать большими читателями маленьких школьниц вот и к этому первому занятию готовить следующее стихотворение я его все не помню но часть помню его достаточно гулял по улице щенок не то снежок не то дружок гулял в жару мороз гулял 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 и вырос конечно да и дети радостно кричать вырос смеются радуются он спрашивает дети что я сделал когда прочитал это себе творение принимается рука стоит мальчик и говорит вы научили нас закаляться это что поэт кого-то там чему-то лучше вот намного раньше возник и поэтому мы что вы показываете приходите и кричит уже начали школе это что ты раньше не знал что надо закаляться знал и что никогда не закалялся покалялся получается я напрасно прочитал это стихотворение ничего с вами не сделал нет эти говорят у нас смешить вы нас смешили и говорят нам очень понравилось нам стало весело то есть вот они обратили внимание на это свойство поэзии вообще искусство заражать я вообще-то жду себе смену поэтому смотрю на часы с одной стороны я бы могла вас отпустить на перерыв и уйти но боюсь что это целью меня должен сменить что не забыл поэтому я вас вам пытается еще что-то перед сказать пока он придет поэтому давайте тогда по обстоятельствам я продолжу если он не придет я еще тогда час почитаю а я богин есть годы идут Бабуина была вчера. Я не Бабуина.